Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у вас в гостях представители МЧС России по Смоленской области. Старший госинспектор Центра ГИМС Игорь Владимирович Самойленко свою беседу со старшеклассниками всегда строит на конкретных примерах трагедии, произошедших на воде. К сожалению, говорить есть о чем. Следующий случай произошел в Монастырщинском районе. Девочка 13 лет приехала к своей тете на каникулу. Они пошли на берег реки купаться, отдыхать. И в какой-то момент взрослые повернули голову назад, а ребенок уже под водой. Они ее вытащили, но, к сожалению, откачать не смогли. Следующий случай произошел в городе Вязьма. Два подростка 13 лет пошли купаться на заброшенные карьеры. На заброшенные карьеры, я повторяю, ни на пляж, ни в бассейн. Заброшенные карьеры. В результате один из них утонул. И следующий, четвертый, это город Десногорск. То же самое купание в необорудованных местах. Нелепая смерть на пороге взросления. И здесь есть о чем задуматься. Мне интересно, вот как вы относитесь вообще к таким лекциям? Мимо ушей, либо есть в этом что-то полезное? Нет, есть что-то полезное. Ну, поможет когда-нибудь. А вы сами умеете плавать? Ну, нет, честно говоря, не очень. Да, я умею. Ходила в плавание. Ты не умеешь плавать, как ты к воде относишься? Есть какое-то чувство страха? Да, нет, честно говоря. Ну, прям глубоко я не захожу никогда. Кто знает, что может учиться. Всегда подобные беседы сопровождаются демонстрацией средств спасения на воде. Спасательный жилет видели все. Но вот как он работает? С этим надо разобраться. Они оборудованы застежками, свистком для подачи сигнала, подголовником. Когда человек попадает в воду, наклоняйся. Нужно всегда ложиться на спину. На самом деле удобно. Думаю, правда, жизнь спасает. Ты плавать умеешь? Да, 8 лет на плавание хожу. Ну, тогда все понятно. Знаешь, а вот иногда самоуверенность все-таки как-то тоже в плохую роль играет? Не знаю, мне кажется, самоуверенность это всегда хорошо. Да? В воде какими способами плаваешь? Всеми. Но основной стиль это образцы и спина. Ясно. А твои одноклассники, твои друзья умеют плавать? Да, большинство, да, умеют. Скажи, как ты относишься к таким лекциям? Вот насколько они нужны и полезны? Мне кажется, они очень полезны. Как и в плане саморазвития, так и просто новое что-то узнать. Вместе с Игорем Владимировичем мы обошли старшие классы седьмой и средней школы. И что порадовало? Дети слушали внимательно. А ведь у нас у всех, независимо от возраста, зачастую срабатывает. Это далеко и не со мной. Вода же, как любит повторять Игорь Владимирович, источник повышенной опасности. Причем круглый год. С 1 января у нас на территории Смоленской области погибло 22 человека. 90% погибших взрослых – это рыбаки. И те рыбаки, которые употребляют и употребляли спиртные напитки. Поэтому в преддверии осенней рыбалки, когда очень большое количество рыбаков выходит на водоемы, на осеннюю рыбалку, я хотел бы обратиться к рыбакам с настоятельной просьбой. Ни в коем случае, ни в коем случае не употреблять спиртные напитки. Это первый момент. Второй. Неоднократно у нас на территории Смоленской области были случаи, когда рыбаки, ночуя в палатке, включали так называемые керосинки, газовые обогреватели для того, чтобы согреться. И, естественно, погибали. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно-предельно аккуратны. Ежегодно на территории Российской Федерации происходит очень-очень много случаев гибели людей на водных объектах. Как летом, осенью, весной, когда лед тает. Поэтому нужно всегда быть предельно-предельно аккуратным. И, как мы всегда говорим, у воды без беды.